Всем привет! В апреле удалось побывать в необычном месте на юго-западе Турции, Памуккале, что в переводе с турецкого означает «хлопковый замок». В него входят геотермальные источники с температурой воды 36 градусов, водоемы-террасы, образовавшиеся из белого известняка, а не из соли, как мне сначала показалось. Памуккале – это культурный и природный объект наследия ЮНЕСКО общей площадью около 1077 гектар. В общем, место действительно уникальное, аналогов которому нет во всем мире. Если будете в Турции, обязательно следует там побывать. Приятного просмотра! Ну вот мы добрались на Памуккале. Начинаем восхождение к этим соленым штуковинам. Жарко тебе, моя хорошая? Держись. Может, водички ему дадим? Да ладно, пойдем. Я думаю, все у него нормально. Пойдем, нам побыстрее бы. Так, белитик. Отлично. 35 лир. Судя по всему, вот это все соль. Но это мне пока не понятно. Лизать я пока это не хочу. Зашли мы, значит, такие на эти белые скалы. Так, тут аборигены что-то говорят. Ой, слушай, да, это то ли это соль, то ли это какая-то глинка, да. Ну сейчас, короче. Салам алейкум. Салам алейкум, братан. Да, пейзажики впечатляют. Идем дальше. Приколюха, да. Необычные такие ощущения. По такому белому я давно не ходил. Давно не ходил? Никогда, точнее, по такому белому не ходил. Ну не, почему? По сугробу в Москве ходил. Ну да, вполне. Тут каменные. Тут немножко другие ощущения, скажем так. У меня такая теплая водичка. Теплая водичка. И вот эти вот штуки, конечно, блин, они прикольные. Очень прикольные. Ну что, продолжаю подниматься. Отсюда уже открывается вот такой вот вид на всю долину. Ух, нормально, ребята. Будете в Турции, не пожалеете. Смотайтесь эти там 200, почти 300 километров от побережья Средиземного моря и посетите это место. Памукале называется. Классная вещь. Классное место, точнее, какая вещь. Огромное алоэ. Просто нереально огромное алоэ. Такие маленькие люди, такое огромное алоэ. Да уж. Такой перец летает. Красиво, наверное, ему. Это не освоенная часть. Мы просто сейчас тут все ходим, смотрим. Да, тут ничего интересного. Поступило предложение окунуться в термальном источнике. Вот в этой вот лужице небольшой. Судя по всему, в этом есть какой-то свой кайф. А так такой, да, оазис неплохой посреди этой пустыни. О, деревья какие высокие. Ну, тут, естественно, опять же, надо доплатить. Так что сейчас мы посмотрим, сколько доплатить и стоит ли это вообще того. Конечно же, рахат, лукун, всякие сладости. Нас это пока тоже не интересует. Мы идем дальше. Вот пока не знаю сам куда. А вот, допустим, посмотреть на этих людей. Что это они здесь делают? Ага, проходит через тернике. Прям как у нас гидропроект на работу. И купаются вот в этой канавке, скажем так. Ага, есть туда вон дальше заход. Проход, проплыв, пролет. Вот такая канитель, короче, здесь. Ну, что-то у меня пока нет желания туда окунаться. Сейчас посмотрим. А, ну да, ага, тут можно вещички свои оставить. Понятно, понятно. Хотя в самом регионе находится 17 источников с термальной водой температурой от 35 до 100 градусов, белые бассейны в Памуккале формируются осаждением карбоната кальция из воды одного источника с расходом воды в 466 литров в секунду и температурой 35,6 градусов. Вода по регулируемому руслу вытекает на склон и спускается по склону с высоты 60-70 метров, постепенно осаждая карбонат кальция в виде мягкого геля в ходе химической реакции. Для формирования твердой породы необходимо не перемешивать гель, поэтому доступ на некоторые части горы закрыт для посетителей. К термальным источникам Памуккале приезжают не только, чтобы увидеть и запечатлеть фантастическую красоту этого уникального места, но и оздоровиться в целебной воде, ванной из которых, согласно преданию, принимала сама Клеопатра. Также на курорте организованы оздоровительные курсы, включающие в себя грязь лечения, прием минеральной воды и омолаживающие процедуры. Вода из источников различается по трём видам, каждый из которых помогает в лечении определенных недугов, рахида, ревматизма, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, псориаза, экземы, снимает усталость и стресс. Дорогие друзья, в общем, мы покидаем это место, накупались, помылись души, полоснулись. Вот, теперь следуем назад, вниз. Там день поедим, покушаем и дорога до дома, до отеля точнее. Вот мне интересно, как среди всего этого вот, среди вот этого вот, растёт дерево. Вот как? Неужели оно такое неприхотливое? Что ли, что-то в этой глине. Ну, довольно-таки неплохо себе растёт, я смотрю. Ну, даже он обрезает там уже. Да. Лучшее время для посещения источников – это весна или ранняя осень, когда здесь нет туристов и не так жарко. Ну, а мы покушали и довольны и уставшие возвращаемся в отель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok